Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев и это пошаговое руководство как правильно зарегистрироваться и скачать к себе на компьютер любой продукт от Adobe абсолютно бесплатно и пользоваться им в течение 30 дней. Процедура регистрации в Adobe происходит так. Сначала мы регистрируемся, потом мы скачем специальный бесплатный загрузчик от Adobe Creative Cloud. Вот его логотип. Смотрите, сейчас я нахожусь на главной странице сайта Adobe. А в адресной строке своего браузера вписываете вот так вот adobe.com, касая черта, ru, касая черта. В конце подставляем ru, чтобы у нас отображалась страница на русском языке. То есть если вы напишите без нее, у вас будет страница вся на английском. Переходим на этот сайт и давайте перейдем сюда в меню. Всплывет вот такое окно. Здесь есть кнопка «Все продукты». Кликаем сюда. На этой странице мы кликаем «Пробная версия». Здесь, на этой странице, вы выбираете тот продукт от Adobe, который вам нужен. После того, как мы с вами все завершим и все сделаем, вы другие продукты от Adobe сможете уже качать через Creative Cloud. То есть можно сразу загрузить вот эту программу отсюда. Это урок относится к моему бесплатному видеокурсу Adobe Muse. Кликайте вот «Загрузить пробную версию». То есть это на 30 дней. Также можно ознакомиться с любым продуктом от Adobe «Новости». Соответственно, у каждого продукта есть кнопка «Купить». У меня Adobe Muse уже установлен. Я буду устанавливать вот эту программу для просмотра и оценки веб-дизайна на мобильных устройствах. То есть смотрите, вы выбираете тот продукт, который вас интересует. Я возьму вот этот продукт. Кликаем на большую голубую кнопку. И сейчас мы будем делать, в принципе, стандартную регистрацию. У вас должно быть вот такое вот окно. Кликаем «Зарегистрироваться» и заполняем здесь поля. Имя, фамилия, адрес электронной почты, пароль и так далее. Записали имя, фамилия, email. И когда вы добрались до поля «Пароль», здесь будьте внимательны. Кликните по полю «Пароль» мышкой и всплывет такое окно, где вы должны ознакомиться, какой пароль должен быть. Значит, указали пароль. Указали пароль. И здесь тут же подставляются галочки, там, где вы сделали все правильно. То есть смотрите, мой пароль больше 8 символов. Галочка стоит «Я все сделал верно». Должен содержать, по крайней мере, одну цифру или символ. То есть у меня и цифры, и буквы. Соответственно, здесь, если вы пишете буквы, обязательно на английском языке. А нижний регистр и верхний регистр, это просто можете к своему паролю подставить еще какую-то английскую букву за главную. То есть включаем капслок на клавиатуре и ставим за главную букву. И вуаля, у нас все помечается зеленым. То есть мы все сделали верно. Дальше выбирайте свою страну, день рождения, месяц и год. Далее вы ставите галочку, что вы ознакомились с правилами. И кликаем на кнопку «Зарегистрироваться». Сейчас вы видели, как у меня тут манипулировал браузер. И у вас должно вот так, в принципе, всплыть окно. А вот здесь, где имя файла, мы видим, что у нас написано «Креатив», «Клауд» и «Расширение программы», да, точкой «Экзе». На компьютере выбирайте путь, куда вы хотите установить, точнее, куда вы хотите скачать дистрибутив, а потом мы с вами его установим на компьютер. Я его просто скачаю на свой диск «Г». Сохранить. И здесь видно, что у нас программка скачалась. Переходим на жесткий диск, куда вы скачали эту программу. И давайте ее установим. Итак, я перешел в папку, туда, куда я скачал «Креатив Клауд». И два раза кликаем «Устанавливаем как обычную программу». Нужно немножко подождать. Идет инициализация программы установки. Следующий этап у нас, видите, написано здесь вот «Загрузка Креатив Клауд». Итак, у меня практически загрузка завершена. На рабочем столе появился у меня значок «Адоб Креатив Клауд». Сейчас закончится установка, и мы с вами продолжим работу. Итак, после завершения загрузки программы у вас открывается вот такое вот окно «Креатив Клауд». Еще раз нас просят авторизоваться. Мы должны здесь писать email и пароль, на котором мы только что зарегистрировались. Сразу же на тот электронный ящик, на который вы произвели регистрацию, у вас должно прийти вот такие два письма от «Адоб Креатив Клауд». И самое важное здесь письмо – это подтверждение своего адреса электронной почты. Заходим в это письмо и кликаем вот на эту голубую надпись «Подтвердите свой адрес электронной почты». Ваш адрес электронной почты подтвержден. Это окно можно закрыть. Возвращаемся к нашему окну «Креатив Клауд». Вписываем. Вписывайте ваш email и ваш пароль. И нажимаем «Вход». Она достаточно может долго грузиться, эта программа. Здесь нужно подождать. Смотрите, после того, как программа законнектилась, здесь отображаются все продукты Adobe. И вот, обратите внимание, вот сюда у меня вот здесь уже 42% загрузки программы той программы, которую я выбрал. Помните, при начале регистрации. То есть вот так вот идет автоматическая загрузка на ваш компьютер. То есть программа «Креатив Клауд» она загружает целиком программу, которую вы выбрали. Не просто загружает, она еще ее сама устанавливает. То есть когда вот здесь будет 100%, у вас на рабочем столе появится значок данной программы, где вы сможете уже использовать данную программу. Вот у меня уже загрузка программы, установка завершена. Также здесь есть вот такие вот вкладки. Сейчас мы находимся на «Апс». Переходим на «Главное». И вот здесь вот лента активности. Видно, да? Программка установлена. Вот одна минута назад. То есть одну минуту назад программа установилась. Да, я извиняюсь, значок у меня не появился на рабочем столе. Но «Креатив Клауд» всегда устанавливает в корневую папку диска «С». Там, где у вас Windows, должна находиться папочка «Program Files» 86. Заходим сюда. Потом «Адоб». Здесь находим по названию папки ту программу, которую вы установили. В моем случае это вот эта программа. Заходим в эту папку. Практически у всех тут выглядит одинаково. Находим внизу ярлычок. Логотипчик программки. Точка. Экзе. Можете запустить отсюда. Или же сразу же правой кнопкой мыши отправить. Рабочий стол. Создать ярлык. Это чтобы был ярлык на рабочем столе. И вам было удобно запускать с рабочего стола. И вот, значит, ярлык «Креатив Клауд». И вот ярлык программки, которую я установил. В принципе, вот и весь процесс регистрации, скачивания, установки программ от компании «Адоби». Теперь аналогичным образом вы сможете скачать любой другой интересующий вас продукт. Надеюсь, урок для вас был полезен. До скорых встреч!